Всем добрый вечер. Еще раз, сегодня у нас открытый урок, посвященный теме оркестрации. Меня зовут Максим. Сейчас мы с вами чуть поподробнее познакомимся, я расскажу, кто я, чем занимаюсь. И, собственно, перейдем непосредственно к нашему сегодняшнему контенту. Спасибо, что нашли время, что пришли, заинтересовались. Постараюсь, чтобы эти полтора часа, которые мы с вами сегодня выделяем, прошли с пользой и было интересно. Итак, тема нашего с вами сегодняшнего занятия – это оркестрация. Давайте, собственно, мы и пробежимся по... Давайте начнем с того, что познакомимся, а потом перейдем непосредственно к теме сегодняшнего занятия. Меня зовут Максим. Максим Микутин. Давайте я немножечко расскажу о себе. Я преподаватель на курсе и на специализации Data Engineer или Data Engineer в Отусе. И в своей работе корпоративной основной я занимаюсь задачками, связанными с Data Engineering и Data Science. Как раз на этом слайде есть немного информации обо мне. Меня зовут Максим. Суммарно у меня более пяти уже, на самом деле, где-то около шести лет опыта работы в индустрии данных и аналитики. Такой вот сплав всего этого дела. Я за свою карьеру поработал в трех таких больших компаниях, как российский Альфа-Банк, американская IBM. И сейчас работаю в кустом работателе, как я люблю говорить, Yum Brands. Это компания, которая управляет тремя глобальными такими прям всемирно известными брендами ресторанов быстрого питания. Taco Bell мексиканский, который, к сожалению, не представлен на российском рынке. Но если вы когда-то бывали в США или в Канаде или в Великобритании, может быть, вы пробовали. Это Pizza Hut и KFC. Ну, KFC, думаю, как минимум хотя бы один раз в жизни каждый из нас заходил там за кофе или за твистером. Я работаю в компании Yum. Я занимаюсь тем, что связано с данными, аналитикой, дейта инжинирингом и так далее. Мы с командой разрабатываем разные интересные решения, хитрые пайплайны, модели и так далее, чтобы есть было не только вкусно, но еще и интересно, потому что есть различные диджитальные каналы, приложения, веб-сайт, киоски, но об этом сегодня поговорим. И как это связано с оркестрацией, тоже расскажу. Профиль проектов, которыми я занимался на предыдущих местах, которыми я занимаюсь сейчас, это такой сплав дейта-сайенс и дейта-инжиниринг, потому что если данных нет, если не настроены вот эти пайплайны, не настроена перекачка, подкачка данных, то никакие эксперименты, АБ-тесты и так далее делать не получится. Поэтому дейта-инжиниринг – это такой фундамент, основа, база для каких-то экспериментов на данных, численных экспериментах. И вот, собственно, мы с ребятами такими проектами и занимаемся. Немного о моем академическом профиле. Я из Амгубни Ломоносова, я магистр и сейчас занимаюсь кандидатским исследованием. Оно связано с рекомендательными системами. Ну и интересный факт обо мне, чтобы не все про карьеру и про академические штуки. Я бывал в 34 странах, в 4 из них я жил и в 3 какими-то проектами занимался, работал. Давайте немножко напомню, вернее, поясню правила вебинара сегодняшнего, то есть как стоит нам с вами взаимодействовать, чтобы было интересно и полезно. Я вас призываю активно участвовать. То есть вот вы видите, справа у меня открыт чат, я в него смотрю, я его мониторю. Вы можете написать свой вопрос, вот я его постараюсь осветить. То есть может быть я отвечу не сразу, но это потому, что вот эта вот какая-то идея, она будет впереди. Или просто потому, что я хочу завершить какую-то логическую последовательность, которую я сейчас излагаю. И потом уже, соответственно, ваш вопрос более развернуто прокомментирую, отвечу. Можете даже мне в личку написать вполне. Вот у меня там наверху указано мои фамилии еще раз. Можно в LinkedIn написать или в отусовском слайде также интересующие вас вопросы задать. Итак, переходим к предмету нашего сегодняшнего разговора. Напоминаю, сегодня у нас открытый урок. Мы разбираем конкретную прямо тему из специализации дата-инженера. Тема называется оркестрация, система оркестрации. Собственно, об этом сегодня мы с вами и поговорим. Итак, что нам сегодня предстоит? Такой небольшой костяк, да, маршрут тезиса нашего сегодняшнего вебинара. Первое – это введение в оркестрацию. Мы немножечко поговорим о теории вообще, да, что это такое оркестрация, что такое система оркестрации, зачем вообще все это нужно, почему это вообще придумали, какие задачки это все решает. Я постараюсь поделиться своим практическим опытом также. То есть не просто рассказывать какую-то теорию, да, из интернета, а рассказать о том, как системы оркестрации помогали и помогают мне и моим коллегам, товарищам решать различные задачки, связанные с data engineering, ну, вот прям в коммерчесной эксплуатации, что называется. Второе – мы поговорим о таком, пожалуй, ну, самом распространенном, самом популярном инструменте оркестрации, как Apache Airflow. И третье – у нас будет практика, у нас будет практическая часть, где мы с вами прямо запустим и настроим Apache Airflow, да, и даже какой-то тестовый пайплайн в нем у нас отработает. Посмотрим, что это такое, как это работает непосредственно руками и на практике. Тут важное замечание. Мы это дело будем реализовывать в докере. И если у вас вдруг нет сейчас установленного докера, да, то это не беда. Вы просто посмотрите, что делаю я, и потом уже после, по завершению занятия, вы можете спокойно, спокойно в своем темпе это все дело воспроизвести. А если у вас докер есть, да, вы знакомы с тем, что это такое, то можете прямо со мной параллельно все это дело проделать. Кстати, докеру отдельно посвящена тема и время в специализации data engineering, поэтому если вдруг совсем непонятно и страшно, не переживайте, вас мы научим, можем, со всем разберемся. Ну и последней частью у нас будет такая рефлексия, небольшое подведение итогов. Мы еще раз поговорим, какие, собственно, вещи мы сегодня изучили, узнали, зачем это нужно, да, и чем мы стали лучше, чем были полтора часа назад. Итак, немножечко о целях вебинара, то есть вообще, как бы, что, чему мы научимся. Во-первых, мы узнаем о том, какие задачи решают оркестраторы, или, если красиво и подлиннее, да, системы оркестрации. Второе, мы сравним несколько систем оркестрации друг с другом, обходим их плюсы и минусы, сильные стороны и слабые стороны. Ну и, наконец, мы приблизимся к тому, чтобы, ну, научиться писать собственные data pipeline, да, то есть прямо, ну, прямо процедуры какой-то перекачки и обработки данных. Хитрые или не очень. Вот. Зачем вам, зачем именно вам это знать и уметь? Давайте тоже поговорим. Смотрите, как я уже сказал, я работаю в компании YAM, конкретно в компании KFC, да, и это компания, у которой очень много ресторанов на территории России и СНГ, да, тот рынок, которым мы занимаемся, это Россия и СНГ, и данных действительно много. Это такой, пожалуй, хороший пример, как использовать систему оркестрации во благо, да, в промышленной эксплуатации. На сегодня система оркестрации – это вообще общепринятый подход, да, и стандарт в работе дата-инженера. Это то, без чего, к сожалению, обойтись нельзя, ну, или даже, к счастью, потому что очень много разных источников данных, да, у вас могут быть какие-нибудь постгрессные базы, которые лежат под микросервисами, MySQL-ные базы, у вас могут быть различные API, которые друг с другом взаимодействуют, у вас может быть какое-то холодное хранилище на Hadoop и так далее. И вот все это многообразие источников, которые генерируют данные, нужно как-то систематизировать, и забор преобразования и запись данных в другие источники нужно автоматизировать, потому что, если этого не делать, да, то у вас рано или поздно найдет настолько много различного кода, да, настолько много различных вот этих вот первоисточников и каких-то промежуточных баз, и каких-то еще баз, куда вы все это пишете, да, которые вы там на листочек все записываете или, может быть, в блокноте в Notepad ведете учет, да, что это рано или поздно все потеряется, перепутается и работать перестанет. Вот. Ну и, наконец, поскольку дата-инженер – это специалист, который не живет в вакууме, да, это специалист, профессионал, который работает, обслуживая бизнес, да, то есть каких-то бизнес-заказчиков, то для этого специалиста, для этого профессионала очень важно грамотно и быстро уметь подбирать релевантный инструмент, да, для решения задачек и настраивать свою работу таким образом, чтобы не было каких-то сорванных сроков, чтобы не было каких-то косяков, да, которые случаются с данными, что у нас там кто-то задвоилось или, может быть, мы что-то не учли, да, мы там часть транзакций где-то потеряли. Потому что если это допускать, да, то у нас будут сорваны дедлайны, у нас будут недовольны бизнес-заказчики, у нас будет неактуальная или неправильная даже информация в дашбордах. Соответственно, руководство бизнеса, да, и те люди, которые принимают решения о развитии бизнеса, будут оперировать либо неправильными данными, либо неполными данными и так далее. Это нехорошо, это допускать не нужно, поэтому все должно быть четко, грамотно и актуально на сегодняшний день. Потому что, как мы увидим, есть много инструментов, которые уже себя изжили. И нужно использовать что-то более продвинутое, потому что и возможностей. Это что-то дает гораздо больше. Итак, первый блок теоретический. Поговорим вообще о том, что такое оркестрация, да, и зачем это нужно. Смотрите, давайте разберем теоретический кейс. Ну, вот, например, возьмем меня и ту компанию, где работаю я, компания QC. У нас есть много разных ресторанов, много франчайзи-партнеров, много каких-то внешних сервисов, да, у которых мы так или иначе данные забираем. Различные маркетинговые исследования, там, социально-демографическая информация по городам присутствия и так далее. В общем, информация действительно великое множество. И эта информация поступает к нам, да, то есть... Так, а слышен ли мой голос? Скажите, пожалуйста. Так, и голос не слышно. Давайте я попробую перезапустить. Так, звук есть. Давайте сейчас я перезапущу видео. Останавливаю свою картинку, останавливаю показ экрана. Давайте еще раз включаю видео свое. Еще раз включаю показ экрана. Делюсь. Так, а ну-ка, на это дело посмотрим. Так. Вижу, что пишите, есть контакт. То есть видно и слышно. Давайте посмотрим. Ага. Вижу плюсики в чате. Хорошо. Давайте сейчас я дождусь, что на YouTube стрим пойдет. Вроде пишется, что все нормально. Ладно. Хорошо. Верю вам, вашим плюсикам. Давайте тогда возвращаемся. Итак, мы остановились на кроне. Давайте еще раз вернуться в поток мыслей, который нашел. Крон – это инструмент автоматизации рутинной задачи, который по умолчанию встроен в юнитоподобные системы, например, в линуксовые сервера, например, в макбук. Давайте я открою свою командную строку. Давайте попробую сделать масштаб. Это терминал моего макбука. И я покажу, как это выглядит непосредственно в непосредственно в моей операционке. Так, смотрите. Если мы введем такую простую команду, как crontab-l, то у нас автоматически выведутся все те процедуры, которые мы уже внесли для периодического исполнения в наш с вами крон. У меня на моем макбуке, для пользователя Максима Мигутин, пока ничего не присутствует. Давайте посмотрим, как сделать так, чтобы у нас что-то появилось. Например, мы делаем crontab-e. Мы ввели команду crontab-e. У нас по умолчанию открылся тексторедактор, который выбран как тексторедактор по умолчанию. У нас, в моем случае, это vim. И как будет выглядеть какая-то процедура, которую мы предполагаем исполнять регулярно в нашей операционке. Давайте пока на первую часть не будем смотреть. Я поставлю 5 звездочек просто. Сейчас мы проговорим, что это за звездочки, зачем они нужны. И, значит, дальше мы пишем, что мы хотим, чтобы cron у нас исполнял. Ну, что-нибудь простенькое. Например, мы говорим python3, то есть вызвать интерпретратор питона. И, например, там какая-нибудь моя директория slash мой скрипт .py сохраняем. И вот в данном случае у нас наш с вами cron, то есть наш с вами автоматический демон, программа, которая крутится где-то в бэкграунде, он будет раз в какое-то время, сейчас поговорим, с какой периодичностью, исполнять команду python, выполнить вот такой вот скриптик. Соответственно, нам руками делать ничего не нужно. Если мы хотим прикрутить сюда какое-то логирование, то нам нужно залезть в вот этот самый питоновский скрипт и, допустим, с помощью библиотеки Loguru внести какие-то настройки по логированию. Ну, а тем не менее, это вот такой простой и минималистичный способ что-то регулярно исполнять. Например, ходить в какой-то API, отправлять туда get-запрос, забирать данные и складывать их в какую-нибудь, например, локально поднятую возрастную базу данных на моем лэптопе. Теперь давайте поговорим по поводу того, что это за пять звездочек, зачем они нужны. Вот сильно долго не буду акцентировать на этом внимание. Есть чудесный сайт crontab.guru. Давайте покажу. crontab.guru. это утилитка бесплатная, которая помогает нам с вами не просто пять звездочек писать, а со смыслом редактировать. Это, по сути, утилита, которая помогает нам указать периодичность выполнения нашей программы. Ну, вот у меня тут уже что-то было введено, например, пять пробел, четыре и три звездочки, это выполнять каждый день в четыре часа пять минут утра. Если мы, например, сделаем там двенадцать, десять, тут, например, единичку, то у нас наш с вами скрипт, вот этот тут myscript.py, будет выполняться в январе в двенадцать десять часов дня. Ну, тут можно поиграть, указывая, например, на пятницу в январе. Или, например, вот так вот сделать, да, там в то есть мы будем выполнять в час десять утра, ну, ночи, в январе, по пятницам, да, можно поиграться и, собственно, любую конфигурацию, которую вы захотите сюда и внести. В чем минус такого подхода? Ну, во-первых, это слишком просто, то есть у нас какая-то будет такая хитрая, витиеватая логика, да, например, что мы хотим по четным дням выполнять один скрипт, а по нечетным дням другой скрипт. Это нужно будет уже заморочиться и это все закодить. То есть на уровне вот планировщика это сделать не получится. Нет нормального UI, да, то есть, ну, некоторым людям вот не нравится командная строка и так далее. Я к ней привык, а вам, может быть, не нравится командная строка, вы хотите красивый интерфейс и так далее. Соответственно, этот вариант не для вас. Ну, и кроме этого, тут периодичность выполнения, да, она ограничена... Мы ничего не исполняем. Ага. Она ограничена одной минутой. Если вам, например, нужно бомбить раз в секунду какой-нибудь API, да, у вас там высокочастотный трейдинг, да, это предмет вашего анализа, то, на чем вы работаете, то крон вам не подойдет. Ну, вернее, не подойдет, нужно будет заморочиться, нужно будет погонить. Вот. Поэтому есть более продвинутые методы и более интересные подходы. В 2021 году уже есть целый набор инструментов, которые могут заменить стандартный крон. Три из них приведены здесь. Это Luigi, первое. Второе, это Uzi, Apache Uzi и Apache Airflow. Об Apache Airflow мы с вами поговорим прямо предметно и очень-очень подробно сегодня, но давайте пробежимся по Luigi и Uzi для начала, поскольку они у нас немножко как тень сегодня отойдут. Перед этим зачем? Да, почему нельзя как бы обойтись просто суровым кроном и так далее? Еще раз. Смотрите, во-первых, управление через графический интерфейс это удобно, это понятно и это можно, как бы, этим можно делиться с товарищами, коллегами и менеджерами. Потом, когда у вас есть некоторый графический интерфейс, в который сведено много-много всего, это позволяет вам не копаться в различных кусках кода, в каких-то библиотеках, в субмодулях и так далее, а в одном месте посмотреть все, что вас интересует. Это тоже удобно, это как бы такое единый центр управления, в который вы логинитесь и откуда вы занимаетесь какими-то манипуляциями над данными, которые вам именно интересны. Кроме этого, все эти три штуки, ну, в частности, Airflow, о котором мы будем говорить, они интегрируются со Slack, они интегрируются с Telegram, с почтовым клиентом и так далее. Уже есть код, который написан, с помощью которого можно, например, в случае поломки какого-то пайплайна отправить себе выдавление в Telegram. Поснуться в три часа ночи, быстренько встать, что-то подправить, да, в коде и снова лечь спать. Вот. Ну и, наконец, такие штуки, как Alert и SLA, да, они тоже уже включены и тоже их можно настраивать хитро. Например, если у вас какая-то джаба, какая-то процедура, да, там, по забору данных из одной базы, подсчет у агрегатов и записи в другую базу, отрабатывая дольше, чем некоторое пороговое значение по времени, например, дольше, чем полчаса, вы понимаете, что ваш SLA не выполнен, Service Level Agreement, ваш SLA не выполнен, это безобразие, и вы отправляете себе уведомления в тот самый, например, Slack или Telegram и начинаете думать, что же пошло не так. То ли у вас сервер слишком перегружен или слабоват, то ли у вас какой-то баг в ваш ETL залез и стоит его подправить. Итак, как обещал, Луиджи, смотрите, пример из моей практики. До компании YAM я работал в американской IBM и мы были технологическими консультантами, мы работали на проекте в Казахстане, делали одну хидроаналитическую систему для клиента в Казахстане. Летали туда на самолетах, очень часто, очень много, но было интересно, был очень крутой проект. Так вот, Луиджи, это такой инструмент оркестрации, который был придуман в компании Spotify и которым мы как раз на том проекте и пользовались. Почему мы не пользовались Airflow? Потому что на тот момент Airflow еще не был настолько крут, насколько он крут сегодня, и потому что у Луиджи очень круто настроена работа с CSV-файликами, ну, просто на уровне вот абстракции, на уровне их API. Компания Spotify, кто не знает, занимается примерно тем самым, что и Яндекс.Музыка или Apple Music, да, и, собственно, Луиджи – это инструмент от компании Spotify, который позволяет управлять вашими пайплайнами обработки данных. То есть, у нас с вами есть какие-то, что-то в интерфейсе разделы, порталы, да, где мы видим, какие процедуры у нас выполняются, какие процедуры упали, некорректно отработали и так далее. И в каждую из процедур мы можем погрузиться подробнее, посмотреть на наш вычислительный граф, мы об этом будем чуть позже говорить, и что там уже отработало, что сломалось, что сколько времени заняло. Штука крутая, Луиджи, я ей пользовался, я ее могу рекомендовать, но, на мой взгляд, на текущий момент уже Airflow у Луиджи выигрывает. И если у вас есть как бы возможность выбора, лучше использовать Airflow. Поэтому о Луидже так мы сегодня коротенько поговорили. Узи. Узи – это очень специфичная штука, она заточена под работу на Hadoop кластере. Если у вас есть какой-то Hadoop кластер, который, ну, на самом деле, неважно, чем занимается, и у вас, например, над вашим Hadoop поднят какой-нибудь там Spark или Hive, и вы ходите там с Hive SQL, например, и какие-то хитрые запросы обчитываете. Или, например, залезаете в свое холодное хранилище с парком, какие-то данные дергаете, считаете агрегаты и пишете какое-то, например, дальше хранилище. Вот Узи тут вам может помочь. Штука очень специфичная. Лично я и в промышленной эксплуатации не пользовался, видел, как пользуются товарищи на соседнем проекте. На мой взгляд, вот из того, чем делились коллеги, ребята, очевидные минусы это то, что там такой довольно деревянный интерфейс по сравнению, например, с Airflow. Это первое. Второе, Workflow там описывается XML. Вот лично я по-прежнему еще кое-где XML вижу, как стандарт обмена данными между электронными системами, но на мой взгляд XML уже устарел. И сейчас как бы все с помощью JSON делается, да, или там, ну, в основном с помощью JSON. И, честно говоря, вот что-то там вправить, искать в XML, на мой взгляд, не очень удобно. Тут вот приведен пример команды. Я потом в материалы, когда буду презентацию прикладывать, значит, запомните, что на слайдике про УЗИ есть пример команды, можно подтянуть себе образ, докер-образ и запустить локальный инстанс небольшого ходу кластера, ну, и УЗИ в том числе, и поиграть, посмотреть, как и что там работает. Лично я рекомендую все-таки пользоваться другими инструментами, ну, например, Airflow, да, или в случае, если у вас нет каких-то хитрых задач, например, например, подчет агрегатов, да, вам нужно просто откуда-то забрать и куда-то положить, да, есть другие штуки, которые под это заточены, например, там Apache Life или какой-нибудь StreamSets. О, вижу в чате кто-то из Казахстана. Да, вот пример проекта, собственно, которым был, давайте, не буду называть имя клиента, но скажу, что это был частный банк в Казахстане и летали мы в город Нур-Султан, ну, или город Астана, как он раньше назывался, вот, было очень интересно, вообще Казахстан люблю, мне очень нравится страна и кухня, много раз там бывал и на лыжах-горнах Коматы катался и на сноуборде, очень люблю, вот, так, давайте вернемся, итак, Airflow, Airflow, это вообще, ну, пандарт в работе с EFL-процессами на сегодня, это то, чем пользуются примерно все, ну, окей, насколько я знаю, у Яндекса есть такой, так скажем, свой Airflow, да, Нирвана, их, вот, но вот, по опыту моих товарищей, Airflow используется как в российских компаниях, так и в международных компаниях, прямо-таки повсеместно, смотрите, Apache Airflow был придуман, ну, довольно давно, на самом деле, то есть там, не год, не два назад в компании Airbnb, если вдруг кому-то неизвестно, то компания Airbnb, это такой электронный, ну, вернее, онлайн marketplace жилья, то есть, отправляясь в путешествие куда-то, вы можете арендовать себе квартиру, комнату, бунгало, или там какой-нибудь коттедж, или студию, да, вот на, собственно говоря, портале Airbnb, это такой большой и сильный конкурент, booking.com или Agody и так далее, вот, американская компания, собственно, этот проект родился внутри Airbnb, но, если я правильно помню, в 2016 году, могу ошибаться, я помню, в 2016 году, они его выложили в open source, и теперь он под крышкой Apache open source, и его развивает мировое сообщество. Почему это круто? Потому что люди много всего интересного придумывают, и как бы это все включается в стандартный пакет Airflow, например, там, интеграция с каким-нибудь ClickHouse, например, Яндексовским. Смотрите, прежде чем мы перейдем к коду и к практической части, я предлагаю проговорить основные понятия, значит, основные понятия, которыми мы сегодня будем пользоваться. Кстати, вот, если кто-то из вас уже пользовался Airflow, напишите, пожалуйста, в чатик, и вообще напишите, пожалуйста, какими технологиями хранения данных вы пользовались, то есть там какой-нибудь там Postgres, Oracle, Redshift и так далее. Просто интересно, любопытно и из каких вы из каких вы областей, да, соответственно, по технологиям понять. Потому что я вот говорю-говорю-говорю, а интересно послушать тоже откуда вы, чем вы занимаетесь. То есть какие-то примеры технологии хранения, обработки данных напишите, пожалуйста, в чатик, и если вы Airflow уже пользовались, тоже чеканите. Итак, смотрите, основные понятия, о которых нам нужно знать, прежде чем мы перейдем непосредственно к коду и к практической части. Workflow. Workflow – это следовательность шагов для выполнения конкретной дата-инжиниринг-задачки. То есть, ну вот, например, вам нужно сходить в какой-то API, отправить туда get-запрос, забрать данные о погоде, например, в каком-то городе за прошедшие сутки, например. Потом эти данные нужно как-то преобразовать, например, отсечь ненужное, взять только координаты широту-долготу, температуру, влажность и скорость ветра, например, там, среднюю за день. А все остальные параметры, вроде там OF-индекса, давления и так далее, вы как бы не забираете. То есть, уже два шага – сходить в API, преобразовать данные, отсечь то, что не нужно, и третье – просто pipeline – это сохранить в какой-нибудь, например, MySQL базу данных. Да, вот уже три шага. Вот это все дело вместе называется Workflow или последовательный задачек. Таск или на сленге дата инженеров – таска. Таска – это одна конкретная задача. То есть, ну, например, сходить в API, отправить гид-запросы в какой-то API. Оператор или operator по-английски – это тип задачи. Операторы бывают разные. Вот, например, оператор для работы с, там, через HTTP, да, с веб-сайтами и с, оператор для работы с API через HTTP, например, да, или оператор для работы с Postgres. Оператор, вот как раз вижу, кто-то написал с Mongo, да, работаете. Оператор для работы с NoSQL-базами типа Mongo, например, да. Task Instance – это конкретный запуск задачки, то есть, вот у вас есть просто задача, да, а конкретная ее реализация, например, там, за 16 января 2021 года – это Task Instance, то есть, это конкретный пример задачки, которая в конкретную дату отработала, успешно или неуспешно, но, тем не менее, отработала. И, соответственно, DAC, или ориентированный ацикличный граф, Directed Acyclic Graph, это, ну, прям такое рабочая лошадка, вообще, значит, Data Engineering, да, это та штука, в которую собирается все, в которую собирается ваш workflow, ваши таски, операторы, task Instance и так далее, да, это вычислительный граф, вершинами которого являются ваши таски, ваши задачки, а ребра этого графа, это, соответственно, ну, какая-то логика, да, там, что происходит, например, забрать из API, положить в вот Postgres или в Oracle базу, как тоже кто-то из вас пишет, да, именно с DAG'ами мы и будем работать, когда мы будем заниматься вот на практической части сейчас о нашем с вами Airflow. Ну, и такой момент со звездочкой еще, это Worker, это немножко из такого, уже из разработки, да, из DevOps'а, Worker, это Instance вашей очереди, это вот когда вы, ну, у вас много задачек, много разных графов и так далее, да, и вы раскидываете ваши задачки по ресурсам вашего там сервера или вычислительного кластера, и вот та технология, которая под капотом обеспечивает параллелизацию, да, параллельное выполнение большого количества задачек и, ну, такую загрузку сервера, да, этими задачками, называется Celery, можно загуглить, штука интересная, полезная, это распределенные очереди на питоне, вот, а Worker, это как раз-таки конкретный instance, то есть конкретный объект вот этой абстракции под названием очередь. Снизу справа приведен пример Daga, да, он довольно простой, мы начинаем вот с задачки, которая называется run this first и доходим вот до финальной join. Тут у нас хитрый немножко граф, хоть и простой, но хитрый, он с бренчеванием, так называемым, или с ветвлением, у нас вот есть две ветви, верхняя и нижняя, мы об этом поговорим в конце, но граф выглядит примерно как-то так. Теперь давайте поговорим о, собственно, том, как Airflow выглядит вживую, вот, вижу, кто-то написал Pentaha, кстати, я вот с Pentaha ни разу не работал, очень интересно, я неоднократно слышал на докладах о Pentaha, но сам, честно говоря, как-то у меня вот руки ни разу не доходили, интересно, напишите, пожалуйста, если не секрет, если вам не сложно, тратка описания проекта с Pentaha, что вы делали, и почему именно Pentaha самое главное, я вот как-то, не знаю, вообще ни разу не сталкивался, и интересно, реально интересно послушать опыт. Итак, смотрите, подробнее о DAG-ах и об Airflow. тут приведен скриншот, мы с вами сегодня это в практической части увидим, вот, тут приведен скриншот интерфейса нашего с вами Apache Airflow. Давайте быстро пробежимся, чтобы когда у нас будет практическая часть, мы не удивлялись, да, и мы уже были как бы, ну так, предварительно, тем не менее, предварительно знакомы с тем, что мы увидели у себя на экране. Смотрите, значит, это графический интерфейс Apache Airflow, наш WebUI открывается в браузере, наверху у нас панель управления, тут различные вкладочки, в которых мы можем гулять и как-то администрировать все, что происходит. Тут у нас приведен список наших DAG-ов или наших ориентированных цикличных графов, наших ETL-процедур, по сути, вернее, даже как бы, ну не просто процедур, а целых workflow, да, целых задачек, наборов задачек рабочих. Вот. Переключатели говорят, что у нас все пять DAG-ов включены, то есть они у нас выполняются снова и снова. Дальше. У нас есть название DAG-а, то есть название конкретного графа, у нас есть периодичность выполнения, да, мы об этом тоже позже поговорим. Вот, если вы обратите внимание, некоторые, они как раз-таки, некоторые, вернее, периодичности указаны так, как мы с вами уже видели. они могут быть указаны в кроне, да, вот два нолика и три звездочки. Это очень похоже на то, что мы видели в кроне и в кронтабгуру утилитки, да. Потом, значит, оунер, то есть тот юзер, который создал эту процедуру, которая ей владеет, и истории выполнения. Наши с вами DAG-ов, плюс, когда был последний запуск, и, ну вот, такая небольшая сводка по всему, то есть сколько у нас графов выполнилось успешно, сколько неуспешно и так далее. Тоже такой пример из практики, вот у нас в KFC Airflow есть, он работает, и я как, ну, так скажем, дата инженер, в том числе администратор Airflow, периодически захожу и смотрю, не появилось ли здесь красных кружочков. То есть если они появились, значит, что-то пошло не так, какая-то джаба или таска или прям целый граф упал, да, и моя задача понять, что пошло не так, почему это пошло не так, пофиксить и перезапустить, чтобы данные подтянулись, все снова заработало. Окей. Теперь про код. Смотрите, тоже такой пока скриншот, чтобы потом, когда мы код увидим уже в реальности, не пугаться, да. Пример простого DAG. Ну, как это бывает в всех питомовских скриптах, как обычно, сверху импорты, да, мы много всего импортируем, из интересного. Основная, вообще, основной, как бы, класс, да, который нам понадобится, это DAG в Airflow Modules, который хранится, потом операторы, те самые, да, вот мы тут с вами импортируем dummy operator, latest only operator и некоторые специальные функции для работы с датами. Мы создаем граф, да, мы говорим, что вот это наш сами DAG, который будет называться вот так вот, latest only with trigger, он у нас с вами будет выполняться раз в 4 часа, о чем мы указали вот здесь, начало выполнения 2 дня назад, вот текущей даты, ну, и там вот мы проставили тег. Окей, пока что наш граф, он есть, но он пустой, в нем нет каких-то конкретных задачек. Секундочку. Наш с вами граф есть, но он пустой, и наша с вами задача наполнить его задачами, то есть наполнить его какими-то тасками, что мы и делаем. Окей, создали граф, дальше мы говорим, у нас будет 4 таски, у нас будет таска latest only, таска 1, 2, 3, 4, вернее, даже 5, 5 тасков, да? Каждая таска или задача это инстанс конкретного класса. Ну, вот в нашем с вами случае тут 4 инстанса dummy operator, то есть просто такой, как бы, болванки, которая, ну, в качестве учебного примера, но это могут быть, например, там, какой-нибудь clickhouse operator или postgres operator или там Oracle operator, да, то есть конкретный механизм для реализации некоторой функциональности, например, подключение к базе данных, чтение из нее, запись в нее, да, то есть там мы делаем какие-то select'ы или insert'ы, или апдейты, и так далее. Или, например, там, HTTP operator, да, то есть чтобы отправлять get-запросы или post-запросы в некоторый endpoint, который для нас кто-то подготовил, предоставил. Хорошо. Мы создали пять наших задачек, пять task'ов, да, и дальше наша с вами задача это указать связь между ними. То есть изначально мы как бы так вот наброском сделали граф, потом мы указали, какие вершины в этом графе есть, теперь последний этап это указать связи между этими вершинами. Но поскольку у нас граф цикличный и ориентированный, да, то у нас как бы есть стрелочки между вершинками, соответственно, мы так и указываем, ну, поэтому мы указываем последовательность выполнения задачек в этом графе. У нас начинается все с latest only, потом task 1, потом task 3 и task 4. То есть мы указываем в явном виде императивно, что зачем следует, что и как нам нужно выполнять. Тут довольно понятно. Вот эти штуки называются bitshift operator или bitshift операторы. Просто два знака больше или два знака меньше. У них есть аналоги, можно это методом класса, например, setdownstream, setupstream вознатить. Хорошо. Немножко про запуск. Вот тут на два слайда назад, на предыдущем слайде в стабце schedule или расписание были указаны некоторые примеры периодичности запуска наших с вами графов. Давайте обсудим, пробежимся по тому, что вообще бывает, какие есть варианты. Смотрите, мы с вами можем запускать граф несколькими способами. Во-первых, по расписанию. Вот там у нас были указаны варианты, некоторые из которых я здесь привожу. Например, мы можем взять стандартную нотацию, которая используется в кроне, и указать 20 и 4 звездочки. То есть запускать каждые 20 минут, раз в 20 минут. Также у Airflow есть свои специальные служебные параметры. Например, собачка weekly, собачка hourly, at weekly, at hourly, то есть раз в час, раз в неделю и так далее. Это есть все в документации, можно почитать. Кроме этого, мы с вами можем запускать граф вручную, то есть мы можем перейти в интерфейс, щелкнуть на переключатель, и граф начнет выполнение автоматически как бы после вашего такого императивного указания. Потом можно его выключить, чтобы он больше не выполнялся. Например, вам нужно какой-то справочник обновить, и вы это делаете раз в полгода руками. Тогда, конечно, это можно сделать ручно вполне. Кроме этого, помимо веб-интерфейса есть, понятное дело, инструмент командной строки, там Airflow, CLI. Вы тоже можете залогиниться на свой сервер или на свой кластер и прямо ручно написать Airflow, StartDuck и так далее, какие-то параметры указать. Ну и, наконец, используя сенсоры, о сенсорах мы с вами поговорим после фактической части. Дальше у нас сейчас будет практическая часть, но прежде, чем переходить к ней, давайте коротко покажу, какие бывают операторы, то есть какие типы задач, какие типы механизмов подключений механик Airflow умеет реализовывать. Смотрите, Airflow умеет выполнять команды в командной строке, то есть шиловые скрипты, он умеет подключаться к различным S3 хранилищам, он умеет работать с Hive, с MSSQL, умеет работать с Postgres, выполнять питоновский код, умеет управлять просто SQL, умеет работать с амазоновским Redshift и так далее. И, на самом деле, этих модулей гораздо больше. Это официальные операторы, но, как я сказал, Airflow инструмент опенсорсный, его разрабатывает весь мир, да, комьюнити, дата инженеров и разработчиков, и туда периодически добавляются какие-то новые модули, новые библиотеки для работы с новыми источниками. Ну, например, вот там не было оператора для работы с какой-нибудь вертикой, да, раз он появился, потому что кому-то это понадобилось, человек реализовал, закодил, ну, и выложил, соответственно, в доступ для других людей. Это очень удобно, это круто, потому что как только его отставят некоторая новая задачка, дата инжиниринга, да, по подключению нового источника или по записи данных в какой-то новый источник, то, скорее всего, кто-то до вас это уже решал. И можно погуглить и найти подходящий оператор, то есть не нужно прям с нуля код писать, а можно просто взять чужую библиотеку и переиспользовать в своем проекте, рабочем или личном. Это круто, это удобно, это действительно помогает зачастую. Так, возвращаемся и, как я обещал, сейчас часть практическая, часть практическая, которой мы с вами целых два раза запустим Airflow. Первый раз мы запустим, чтобы познакомиться с интерфейсом, второй раз мы запустим, чтобы прямо некоторые процессы, прямо действительно живые ETL-процессы реализовать. Итак, два кейса, напоминаю, что для того, чтобы все это дело заработало, нужно, чтобы у вас был докер, вот, скажите, кому-то нужно пояснить, что такое докер, напишите, пожалуйста, в чат, если, то есть вам докер незнаком и стоит сказать пару слов о том, что это такое, зачем это нужно, как это пригодится нам сейчас. Если все ок, можете не писать, тогда мы сразу прям перейдем к практике. Давайте я подожду 10-15 секунд, чтобы мы успели написать, чтобы не получилось так, что кто-то вдруг не знаком, для кого-то это совсем новая тема, ну, сам докер, а мы начнем это прям все выполнять, и будет как-то обидно, непонятно и грустно. Поэтому давайте подожду ваших сообщений и прокомментирую дополнительно, если это требуется. так, 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 Жду, 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 жду. Хорошо, давайте на всякий случай все-таки проговорю буквально там за одну-две минутки. Смотрите, докер, это такой инструмент 21 века, инструмент 2021 года о виртуализации, это как бы такой уход от больших виртуальных машин, да, в сторону такой более упрощенной виртуализации. Когда у вас есть некоторый проект, в котором есть различные там компиляторы, интерпретаторы, библиотеки и так далее, неважно на каком языке программирования, да, и вы хотите запускать его на удаленном сервере или на группе серверов, легко и просто тиражировать, то есть, да, запускать на там, Ubuntu, macOS и так далее, вот, и хотите делиться этим проектом с кем-то, да, вы собираете так называемый Dockerfile, то есть, файлик, в котором вы указываете список необходимого софта, который для, нужен, который требуется для вашего проекта, вот, и загружаете, соответственно, этот файлик и вот сам готовленный шаблон, да, в облачное хранилище в Docker Hub, и таким образом вы можете подтягивать легко и просто необходимый софт себе на сервер, ноутбук, компьютер и так далее, где бы вы ни находились, и запускать ваш какой-то IT-проект не прямо в самой операционной системе вашей машины, а в некоторой изолированной области, вот в так называемом контейнере, в Docker-контейнере. Именно этой технологией мы сегодня и воспользуемся для того, чтобы локально и изолированно запустить Airflow. Поехали. Я сейчас вам в чатик перекину вот эти команды, которые нам потребуются. Давайте я напишу. Значит, это команды для первого кейса. Перекину сейчас команды в чатик, и мы с вами реализуем вот этот первый кейс. Так, поставил. Поехали. Что мы делаем? Открываем командную строку, ну, запускаем Docker, да, у нас там бежит зелененький, все хорошо. Открываем командную строку и начинаем вот эти команды вводить. Первая команда мы подтягиваем из облачного хранилища, давайте-ка я сейчас перейду какую-нибудь папочку, например, где это все можно будет сохранить, например, вот сюда. сделаем папку TMP, например, здесь. Окей, значит, подтягиваем из облачного хранилища заготовку, заготовку для докера, да, то есть тот набор библиотек и различных программных, как-то так сказать, различных ПО, которые нам понадобятся для того, чтобы запустить вот так вот локально наш с вами Airflow. Подтягиваем вот, и, собственно говоря, запускаем. Это первая команда, это подтянуть, скачать себе, да, вторая команда, это посмотреть, что у нас действительно появилось, то, что мы хотели, там, где мы ожидаем, и третья, это исполнить этот контейнер, да, и, по сути, как бы замепить порты, да, то есть сделать так, чтобы внутренний порт контейнера был доступен на внешнем порте вашей машины, ну, 8080 на 8080, окей, это мы сделали, теперь смотрим, что у нас все подтянулось, Docker Images, да, действительно, вот он появился, и, наконец, третья команда, последняя, исполнить наш с вами контейнер, да, то есть из имиджа, из этой заготовки баллонки поднять, как бы, рабочую среду, вот эту маленькую, изолированную, заточенную под наш с вами проект. Так, похоже, что все заработало, Docker PS, да, действительно, и теперь мы с вами можем перейти в нашем с вами браузере на localhost 8080 и увидеть, что у нас появился интерфейс, да, вот наш с вами интерфейс, это интерфейс Apache Airflow, который на нашем с вами компьютере сейчас работает. Давайте пробежимся по элементам управления, да, проговорим, чтобы во втором сейсе было просто и понятно, когда у нас с вами будут уже какие-то pipeline работать. Поехали. Значит, по верхней панели. Смотрите, DAG, список DAG'ов у нас сейчас пуст, мы еще ничего не создавали, у нас никаких DAG'ов, то есть наших рабочих процессов не было заготовлено, поэтому тут все пусто, ну и ладно. Data Profiling, смотрите, тут, значит, пожалуй, самое полезное, да, что есть, это Adhoc Curie. Тут прямо в веб-интерфейсе можно отправить какой-то запрос, например, там, select, top 15, звездочка, from, там какая-то база данных, да, вот, и получить на него ответ. Это очень удобно, когда у вас появляется некоторый новый источник в данных, и вы хотите его протестировать, ну, какой-то SQL-ный, да, да, вот отлично, кто-то написал, запустился, вижу интерфейс Airflow. Шикарно. Здорово, что у кого-то получается параллельно со мной это делать. Такой интерактив приятно. Итак, значит, Data Profiling это инструмент для того, чтобы пробовать, пощупать, да, непосредственно вот в, непосредственно в самом Airflow некоторую новую базу данных, там, получить какой-то снэпшот, например, там, допустим, понять, что это та база, которая вам нужна. Так, вижу, вижу, что в чатике, бакилдаргерфлоу, ага, апсекундс, ага, так, не понял, у вас это что-то, это ошибка или не ошибка, вроде все работает, если вдруг у вас порт 8080 занят, например, у вас там Jupyter ноутбук открыт, ну, например, на этом порте, да, то может возникнуть конфликт и лучше другую программу, работающую на этом порте, закрыть, чтобы у вас спокойно Airflow запустился. Вот, ну, это так, на всякий случай предостережение. Окей, значит, это по поводу Data Profiling, то есть тут мы можем выбрать некоторое подключение, быстренько отправить туда запрос, какой-то, да, и увидеть результат, понять, да ли это база, те ли это данные, действительно ли это совпадает с нашими ожиданиями. Хорошо, раздел Browse, тут мы можем посмотреть на историю выполнения наших DAG'ов, пока все пусто, потому что DAG'ов нет, да, можно посмотреть на историю выполнения наших джобов, да, то есть, что тогда выполнялось, то есть конкретные составные эти кирпичики DAG'ов, да, можно посмотреть на логи, да, то есть на то вообще, что происходило, прям конкретные логи почитать, это очень полезно, логи, это же инструмент для дебаггинга, да, то есть с помощью логов мы понимаем, что и где пошло не так, а можно посмотреть на SLA Mises, да, то есть когда у вас пропущены некоторые, вернее, не пропущены, а когда случились некоторые, ну, неприятности, например, что-то работало слишком долго, да, и вам как бы данные не поступили по этому. Панель админ. Тут много всего, но самое полезное, это, значит, connections, это раздел connections, тут вы можете добавлять, удалять и модифицировать различные источники данных. Например, у вас появился некоторый там новый источник, вроде как, там, вроде какого-нибудь нового подгрыза, да, вот у вас, например, появился некоторый новый микросервис, да, в компании, под ним лежит постгрызная база данных, постгрыз SQL, вот, и вам нужно ее добавить. Вы заходите в раздел admin connections, нажимаете создать источник, как его называете, например, там, new source, да, вот, вводите, что это за тип источника, ну, в нашем случае это постгрыз, да, постгрыз, какую базу вам нужно стучаться в базу CRM, указываете какой-то хост, порт, да, логин, пароль и так далее, и, соответственно, вы можете это дело сохранить. Очень важный и полезный момент, связанный с Airflow, когда мы с вами работаем с какими-то источниками данных, да, вообще с чем-то, да, что нам не принадлежит, и даже нам принадлежит, у нас зачастую бывает такая чувствительная информация вроде секреток, да, там, логины, пароли, API-ключи, какие-то там кодовые фразы и так далее, да, и понятное дело, что никто это не хранит в репозиториях, да, или прям в виде стрингов, да, мы это все храним в переменных окружениях, да, там, будь это контейнер или это прям отдельная операционная система и так далее, и Airflow настолько круто и продуман, что он тоже как бы предпринимает попытку по защите этих данных, то есть, когда вы вводите тут логины и пароли, они хэшируются и сохраняются в оперативном базу данных, которая лежит под самим Airflow, и когда вам нужно получить доступ к какой-то базе данных, например, вот к тому же постгрузу, да, о котором я говорил, вы не указываете еще раз непосредственно в самом скрипте ETL-процедуры логин, пароль, хост, порт и так далее, да, схема, вы просто указываете одну переменную, это то самое вот connection ID, которое вы указали в Airflow. Все остальное в защищенном виде подтягивается автоматически из оперативной базы данных, которая под Airflow лежит. Так, вот вижу, вы пишете, что вы админ, да, у вас контейнер вагон, 8787 использую. Окей, да, хорошо, конечно, можно перенапить. Так, откуда он про источники сразу знает? Смотрите, откуда он знает про мои источники? Это, тут есть набор стандартных источников, которые уже как бы разработчиками для нас заготовлены. Например, там какой-нибудь там Local MySQL или Redis, да, можно посмотреть, нажать, да, это просто типа на Local Хосте Redis. это как бы такой boilerplate код, да, то есть это заготовки, шаблоны, которые разработчики Airflow предлагают нам переиспользовать. Это не какие-то источники, которые я сам лично добавлял, да, это просто как бы от разработчиков такой подарок в виде заготовок, там вот вертика, например, да, что-то. Ну, может быть, там, например, чтобы мы не перепутали порт вертики, чтобы дефолт у нее там 54-33, да, крутится. Так, документы, ну, About, можно версию там Airflow посмотреть и так далее. Хорошо, если какие-то вопросы есть, вы еще задавайте, я предлагаю перейти к более интересной части, уже не просто UI, да, посмотреть интерфейс, а непосредственно какой-то практический кейс разобрать. Давайте мы закроем вкладку с Airflow, погасим этот контейнер, сделаем так, Docker PS еще раз, вот он наш контейнер ID, и я его прямо жестко, я его прям совсем убью. Давайте Docker даже сделаю. Контейнер. Ага. Да. Хорошо. Значит, мы поиграли с интерфейсом, да, мы посмотрели, что у нас все работает и так далее, теперь предлагаю разобрать второй кейс, уже более такой сложный, да, более интересный тоже, где мы не просто интерфейс посмотрим, а прямо на какие-то графы, вычислительные с ETL. Тут у нас чуть более сложный проект, чуть более сложный пример, давайте я вам сейчас опять же перешлю в чатик команды, которые нам потребуются, не нужно. Это заготовка, чужой GitHub, который мы сегодня переиспользуем. Я сейчас перешлю, так, давайте-ка я это удалю, напишу команды для кейса 2, команды для кейса 2, ага, так, и сейчас я вам перешлю в чат набор команд, которыми мы воспользуемся. Подождите меня одну минутку буквально. Первое, второе, это не нужно, ага, вот это, вот это, и вот это. Так, значит, кейс номер 2, чуть более продвинутый, тут мы с вами уже не просто интерфейс будем щупать, а попробуем прямо поиграть с некоторыми ETL процессами. Нужно клонировать себе репозиторий и поднять проект. Тут у нас не Docker, а Build и Docker Run, да, а тут у нас Docker Compose, тут набор из нескольких сервисов. Не будем подробно останавливаться, тут такой чуть более расширенный, чем на самом деле нужный набор, но он подходит для наших с вами целей. У меня репозиторий уже копирован, поэтому я воспользуюсь тем, что у меня уже есть в файлной системе. Так, как я сделаю для вас. А вам эти команды нужно выполнить. Давайте-ка я перейду сюда, Docker Full. Ага, так, CD, да, и, наверное, Docker Build мне нужно делать, да, мне тоже нужно делать Docker. Docker Compose Up минус D минус-минус Build. Ой, ошибку сделал. Сейчас не делается. Угу. Так, сейчас у меня соберется проект. Вот. Я это тестировал, запускал. Он не очень долго, думаю, за 5 минут максимум он соберется. Вот. И мы с вами проговорим, что, значит, вернее, рассмотрим пример более такого интересного проекта. Давайте-ка, пока это все дело собирается, я вам покажу вообще, что за проект. В командной, в этом, в IDE-шке открою. Так, это мой другой проект. Это нужно. Он собирается. Угу. Угу. Пока у нас собирается проект, да, из докеров, докер-компоуз делается, я покажу, что там внутри происходит. Смотрите, значит, докер-компоуз файлик открываю, побежим по тому, что там реализовывается. Под капотом у нас Postgres вообще, значит, под капот, ну, там за ширмой, скажем так, да, за ширмой Airflow стоит база данных. Я о ней сегодня уже говорил. Есть база данных, в которой хранится оперативная информация. Некоторые метаданные, которыми Airflow пользуются во время своей работы. Например, информация о тех самых источниках, к которым вы просите его подключиться. По умолчанию там поднимается простенькая SQLite база данных, да, просто на вашей файловой системе. Но это, конечно, не то, как работает Airflow в продакшене. В продакшене у Airflow как бы за спиной стоит либо MySQL база данных, либо Postgres. Ну, вот это здесь и происходит. Мы с вами создаем инстанс Postgres базы данных, вот, в которую будет ходить Docker, в которую будет ходить Airflow, извиняюсь, за мета-данными. Указываем наш веб-сервер, да, то есть морду, которую мы с вами уже видели, указываем. Кроме этого, еще вольюмы, да, то есть у нас с вами тут прокидывается связь между локальной файловой системой вашего компьютера, вашей машины, да, сервера, и вашим вот этим докерным контейнерным окружением, да. Зачем это нужно? Потому что мы с вами будем создавать сейчас новые ETL-процедуры, класть их вот в эту самую папочку, и у нас, соответственно, они будут отсюда упадать в наш с вами Airflow. Ну и, как обычно, мэппинг портов, да, 8080 на 88 и ремейком. Так, давайте посмотрим, что там происходит, где давайте-ка открою чат. Тоже. Угу. Вернусь в командную строку. Так, какой этап? Docker Pool complete. Билдится четвертый из девяти шагов. Давайте немножко подождем. Добилдится наш с вами контейнеры. Данные вроде все уже подтянулись, да, теперь просто сборка проекта идет. Не должно быть очень долго, думаю, в течение там трех минуточек мы увидим, как это все заработает. Еще раз о том, что мы сейчас делаем. Мы чуть более сложный проект поднимаем, мы подтянули себе из Docker Hub заготовки чуть более сложного сервиса. Сейчас мы этот проект соберем, да, то есть из имиджа соберем контейнер, уже поиграем не просто с интерфейсом, а с некоторыми прямо ETL процессами. То есть мы разберем примеры дагов, посмотрим, как это все выглядит в самом Airflow, когда что-то выполнилось, что-то там упало, не отработало и так далее. Посмотрим на периодичность и так далее. Так, надеюсь, билд закончится. Скоро. Давайте еще немного подождем. А пока билдится, расскажу как раз тоже о практических каких-то примерах использования. Как я уже говорил, я на работе занимаюсь и Data Engineering, и Data Science проектами с командой, и нам Airflow помогает в самых разных сценариях. Ну, самый простой сценарий, когда я и ребята используем Airflow, это забрать данные из одного источника, как-то их преобразовать, например, отсечь некоторые стабцы, или там преобразовать типы, то есть сделать не float, а, например, integer, некоторый стал Gets, и записать в некоторую другую базу данных. Например, у вас есть набор микросервисов, которые работают и обслуживают ваш бизнес. Под ними, под микросервисами, лежат OLTP, то есть Online Transactional Processing, транзакционные, иными словами, базы данных, Postgres. Мы не хотим работать с транзакционными базами данных для аналитики. Мы хотим эти данные забирать и сохранять в аналитические базы данных. Например, в Vertigo, или какой-нибудь там Druid, или в ClickHouse. Для этого подходит как раз таки Airflow. То есть мы идем в один источник, забираем данные, как-то их причесываем и сохраняем в уже другую базу данных, в какой-нибудь аналитический ClickHouse. Так, у меня еще билдится. Да, у меня тоже билдится что-то долго. Вот вроде что-то происходит. Происходит, происходит. Там распаковки. Вот вижу AppGet настал какой-то. Хорошо. Это значит, это первый кейс, то есть забрать откуда-то, притесать, сохранить куда-то. Первый кейс. Второй кейс. Представьте, что у вас есть некоторое машинное обучение, и ваш pipeline довольно сложен. То есть вы хотите забирать данные, обучать модель, тестировать качество, и, например, выкладывать ее себе. То есть вы делаете commit в репозиторий, у вас из мастера подтягивается, вернее, из мастера собирается Docker Image в вашем репозитории, и потом это куда-то автоматически улетает, например, в VT endpoint на каком-нибудь AVS. Тут тоже не все, но с большим количеством шагов Docker, не Docker, а Airflow вам может помочь. Например, вот этот процесс как раз до обучения моделей, переобучения моделей, можете упаковать в виде процессов, в виде пайплайнов и запихнуть это все дело в Airflow. То есть он у вас будет забирать данные, он у вас будет обучать модель, тестировать ее качество, допустим, сериализовывать модель в виде бинарника, в виде пикля, куда-то дальше дело отправлять в виде коммита, собирать образ и сервить. Тоже почти все из этого можно упаковать в Airflow. Так, а источниками могут быть обычный файл Excel или связи на локальном компьютере другого пользователя бизнеса? Так, конечно, могут. Есть прямо отдельный оператор, давайте покажу. Так, давайте мы загуглим. Ниндагдагол, пам-пам-пам, Apache Airflow CSV оператор. Да, вот пример оператора, чей-то GIS на GitHub, да, то есть записать в CSV-шник. Еще примеры какие-то? В общем, да, да, отвечая на ваш вопрос, в качестве источника данных может выступать CSV-файл или Excel-файл, или, вот если вы говорите о локальном компьютере другого пользователя, например, какой-нибудь типа этот там SFTP протокол, да, там какой-то FTP-шный уровень абстракции, вот. Так, и как с бизнес-пользователем, а, значит, машинка не шмахеров тут у меня, да, понимаю, кто и как мониторит процессы репликации данных, кто и как мониторит процессы репликации данных. Смотрите, есть либо дата-ингенер, либо администратор Hadoop-кластера, да, или просто дата-администратор какой-то человек, да, который заходит в UI Airflow, да, и смотрит, что сломалось, что не сломалось, что отработало, что не отработало. У него настроены алерты, у него настроены SLA, ему в Telegram или в Slack приходит сообщение, да, что что-то что-то отработало, что-то не отработало, ну, вот я таким занимаюсь, то есть смотрю, что и как отработало или не отработало. Второй вопрос, кто конечные пользователи Airflow и как с бизнес-пользователями связаны. Смотрите, конечные пользователи Airflow с точки зрения техники, да, это какие-то хранилища данных в финальном виде. Например, у вас есть микросервисы и база данных под ними. И из них Airflow перекачивает данные в аналитические базы данных. И вот уже из этих аналитических баз данных информацию черпают BI-инструменты. Например, кликсенс, например, Power BI, например, Redash, например, Tableau. И вот с точки зрения техники, отвечая на ваш вопрос, конечными пользователями являются вот эти самые BI-системы и вот эти базы данных, в которые BI-системы ходят. С точки зрения бизнеса конечными пользователями являются те люди, которые заходят в ваши BI-инструменты и смотрят дэшборды, потому что вот дэшборды отображают информацию из баз данных, а в баз данных, в базы данных эти сами данные налил ваш Airflow. Я ответил на вопрос? Так, а если он не локальный, а файл у другого пользователя? Ну, смотрите, если файл у другого пользователя, то вы можете настраивать, есть же разные протоколы обмена файлами, если, например, ну, какой-нибудь там можно сделать промежуточный FTP-сервер, или там папку общего доступа, куда пользователи выкладывают свои Excel-ники, например, и куда ваш Airflow будет ходить. То есть, ну, нужно настроить какой-то механизм обмена файликами, да, между юзерами, то есть, ну, прямо к другому человеку на компьютер сходить тоже можно, но зачем? Лучше какой-то промежуточный уровень, да, этап, куда будут юзеры складировать файлики, а туда уже будет залетать ваш Airflow и их оттуда забирать. Так, ух, билд до сих пор продолжается, четвертый шаг из 9, что-то слишком долго. для постгресса причем собирается. Так, давайте я подожду еще две минуты, вот до 21.15, если не соберется, то мы это дело прекратим. Что-то странно, очень долго собирается, не должно было так. Так, Пип меня похвалил, что я все под рутом делаю, но машинка теста не страшно. Ну да, лучше под рутом не делать. Вот, лучше все-таки действительно по-другому уж если делать, то в контейнере или в лучшем случае какой-то виртуалочки. Так. Давайте еще минуточку подождем, если не закончится сборка, то видимо это нужно будет прекращать. Странно, буквально недавно рассказывал эту же тему и вроде нормально все, гораздо быстрее собиралось минут за 5-6. Вроде скорость хорошая. Ладно, давайте пока продолжается сборка, я перейду к третьей части еще немножко про теорию поговорим. Значит, к практике мы вернемся, когда закончится сборка. Сейчас поговорим про теорию. Сенсоры, хуки и ветвления брончевания. Смотрите, бывает так, что вам данные нужны прямо часто, то есть вам нужны данные актуальные. Иногда, иногда вы можете ходить куда-то в источник данных и забирать данные ретроспективно, например, за позавчера, например, за прошлый месяц. Но иногда бывает такое, что вам нужно забирать данные прямо, ну, на горячую. То есть появились новые строчки в вашей транзакционной базе данных. Вам нужно их забрать. Тогда для того, чтобы это реализовать с помощью Airflow, вам нужно воспользоваться не оператором, а так называемым сенсором. Это другая рабочая лошадка, другой механизм абстракции, который присутствует в Airflow. Это сенсор, по сути, тоже оператор. Это тоже оператор, но он ждет выполнения некоторого условия. Например, пример файл-сенсора. Это как раз отвечает на вопрос, кто задавал, имя не указанное. Тут отвечает на вопрос слушателя, который писал про Excel или CSV-файл на компьютере другого пользователя. Вот смотрите, мы с вами что делаем? Мы создаем объект, который является файл-сенсором. Мы говорим, мы хотим мониторить некоторую директорию, например, на нашем удаленном сервере раз в 300 секунд, то есть раз в 5 минут, смотреть в эту директорию, и если вдруг там появится файлик test.dat.csv, мы с ним что-то сделаем, мы его все соберем. Пример, у вас есть коллега из финансового департамента, который делает некоторый отчет, и вот вы не знаете, когда он закончит. Он закончит в течение рабочего дня, или может быть ваш коллега засидится до поздней ночи, и только в 12 этот отчет выложит, а вам нужно к утру уже все подготовить. Мы написали код, который все сделает за вас автоматически, и с коллегой вы договорились по формату этого файлика. Так вот, вы создаете файл-сенсор, этот файл-сенсор висит, и пока не выполнится условие того, что файлик есть, с ним все ок, он раз в 5 минут смотрит в некоторую директорию на предмет наличия этого файлика. То есть, нам непонятно, когда целевое событие наступит, коллега может выложить в 6 вечера, а может быть в 2 часа ночи этот файлик, сразу падать нельзя. То есть, если мы постучались, поняли, что файлика еще нет, нам не нужно падать, нам нужно снова подождать 5 минут и снова постучаться. Тут как раз-таки файл-сенсор нам приходит на помощь. Ну, файл-сенсор это такой сенсор, который смотрит на наличие или отсутствие файла, но сенсоры могут быть и другие. Например, в вашей базе данных, типа MySQL, появились новые строчки, то есть, новые транзакции случились. Нам нужно их забрать и закинуть сенсоры нам в помощь. Хуки. Хуки тоже похожи на операторы, но это на самом деле такая техническая компонента. Это тот тяжелоатлет, да, так скажем, который поднимает железяки, который работает за спиной у оператора. Это просто техническая часть. Это конкретно подключение к базе данных, какой-нибудь там инсерт сделать или селект из базы данных и так далее. А оператор тоже такая более высокоуровневая обертка над хуком. Вот. И третий момент это ветвление. Как я уже говорил, в случае, если вы используете трон, для того, чтобы ветвиться, чтобы какую-то логику использовать, как правильно сказать по-русски, использовать, реализовывать, вам нужно для этого писать код и довольно много его. Вот. А если вы хотите это сделать попроще, да, то бренджинг вам в помощь. Ну, у большинства операторов таких, типа, там, питоновский оператор, это оператор, который выполняет какой-то питоновский скрипт, есть бренджевые аналоги, бренджовые аналоги, например, брендж, кода, да, как сделать так, чтобы у нас по четным дням выполнялась одна ветвь логики, по нечетным дням, то есть там 13, 15, 17 и так далее, числа каждого месяца выполнялась другая ветвь. Мы просто импортируем не пайтный оператор, а брендж пайтный оператор, указываем условия ветвления, да, то есть если у нас день делится безоставка на два, то мы говорим, что это четный день, если не делится, то мы говорим, что это нечетный день, и эту штуку прокидываем в наш с вами оператор. Таким образом мы начинаем с стартовой таски, потом переходим вот в эту точку ветвления и уходим либо в ветку четных дней, либо в ветку нечетных дней. Так, смотрим, что там, да что же это такое, как же долго, так, а что по шагам, четвертый из девяти, тысячу секунд уже собирается, это очень долго. Так, у меня тут не соберется, стопнусь, постгресс на хосту уже есть, работает. Ну да, вам нужно в этом случае перемэпить, вот у вас тут постгресс на 5432, да, можно указать другой, другой под для постгресса, чтобы он не конфликтовал друг с другом. Так, пам-пам-пам, странно, странно-странно и обидно, что не собирается. Давайте я подумаю, как это можно заменить. Хорошо, поскольку не собирается вот этот проект тестовый, давайте я вам покажу свой рабочий Airflow. такой рабочий Airflow. Так, нам нужен VPN для этого, просто примеры задачек. Так, ну вот какой-то такой уже немножко старенький, но тем не менее Airflow, который мы используем на работе. Вот, это пример. Вот есть какой-то DAC, над которым мы еще работаем, он поломанный, он не отработал, поэтому у нас наверху предупреждение. Примеры. Вот есть различные ETL-процессы, которые, некоторые из которых отработали, некоторые из которых не отработали, вот что-то падало, да, это нужно будет починить майские праздники, вот уже 8 раз туда падало, нужно, значит, залезть, это дело починить и сделать так, чтобы все работало. И статистики. Вот там 483 раза отработала какая-то информация по доставке, 49 раз отработала информация по заказам в приложении и так далее, да, то есть мы с вами видим набор наших DAG-ов, учрежденных графов и историю их выполнения. Когда последний раз они выполнялись, выполнятся неуспешно или неуспешно, и мы можем провалиться в, например, неуспешные запуски и их перезапустить. Как это сделать? Переходим в вкладочку Browse, Task Instances, да, то есть наши инстансы задачек, и давайте мы сейчас возьмем и все, что упало, перезапустим. Как раз по работе тоже выполнил задачку на майских праздниках. Смотрите, значит, добавляем фильтр, пам-пам-пам, где он тут должен быть, стоит, да, стоит, и говорим, нас интересуют все упавшие задачки, применяем, и все, что упало, перезапускаем. With Selected, Clear. Таким образом, все наши и те процессы, которые по тем или иным причинам не выполнились, мы сейчас перезапускаем. Возвращаемся в панель управления и видим, что загружается, 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 видим, что у нас красные задачки, вернее, красные перерочки пропали и появились салатовые, светло-зеленые, то есть мы с вами успешно перезапустили выполнение каких-то процедур, которые до этого потерпели неудачу. Примерно так и выглядит работа Data Engineer связанная с Airflow, то есть у нас появляется некоторый новый источник, какое-то требование от бизнеса, мы пишем код, мы добавляем его в список DAG-ов, видим, что он не работает, понятное дело, у нас красное появляется, начинаем его дебажить, понимаем, что что-то неправильно записали, какую-то сделали общатку в коде и так далее, вот, дебажим, 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 доводим до того состояния, пока у нас все становится зеленым, а потом просто сидим и наблюдаем за тем, что все как бы успешно снова и снова отрабатывает или нет, вот, бывает по-разному. Так, проект по-прежнему собирается, смотрите, я предлагаю вам со своей стороны уже по завершению значит занятия все-таки дождаться, ну, когда будет свободное время дождаться, запустить эту штуку, там у нас поднимется прям целый набор сервисов, да, мы увидим, как у нас будет и веб-сервер, и посткрасная база данных, и сам Airflow под капотом, то есть не просто UI, но и планировщик задачик работать, вот, и можно будет прям потыкать и пособирать. Приходите на курс, мы с вами там встретимся и еще более детально и подробно разберем оркестрацию, систему оркестрации и так далее, посмотрим на интересные проекты. Давайте на сегодня все, подводить потихоньку итоги и завершать. Извиняюсь, что второй проект не завелся, но считаю все-таки, что частично это компенсировало тем, что показал пример своего рабочего Airflow. Вам в качестве такого небольшого домашнего задания оставляю вот этот вот проект, да, для самостоятельного изучения, вот, а сейчас давайте подведем цели, вернее, подведем итоги и проверим достижение целей того, что у нас сегодня удалось. Так, вижу вопрос, лог по обменам данных когда-то пишется, какой-нибудь грейлог. Да, смотрите, конечно, какое-нибудь там облачное логирование типа грейлога можно прикрутить совершенно точно, да, но по умолчанию у Airflow у него вообще есть своя система логирования, давайте я вам сейчас покажу. У него есть свои логи, которые красиво отражаются в интерфейсе, например, вот там какие-то конгороды я читал. Давайте я вам сейчас покажу. Так, бум. тут есть прямо свой лог. Вот у нас информация о том, что и когда начало считаться, когда это выполнилось или не выполнилось, да, какие там были данные и так далее. То есть своя система логирования в Airflow уже встроена. но если вы хотите прикрутить какое-то облачное хранилище, облачное логирование в роли в виде, вернее, игры лога, тоже можно сделать. Или вы можете, если вы даже хотите смотреть на потребление ресурсов, например, вашими ETL-процессами, вы можете, допустим, Prometheus или графит какой-нибудь настроить, или даже элементарно графану прикрутить, вот, забирая информацию о потреблении памяти, процессора и памяти на дисках базами, которые вы пишете, например. Итак, давайте подведем итоги. Смотрите, сегодня мы на открытом уроке рассказали, обсудили, обсудили, да, что такое оркестраторы, какие задачи они решают. Я поделился некоторыми примерами использования оркестраторов из своей практики, вот, из работы в двух компаниях в IBM и KFC. Мы рассмотрели несколько примеров системы оркестрации. Мы посмотрели на крон, мы посмотрели на луиджи, так очень шустренько посмотрели на УЗИ и более подробно посмотрели на патч Airflow. И, ну, к сожалению, мы сегодня не писали собственные пайплайны, да, но мы разобрали UI Airflow, да, поняли, чем и как можно управлять и в качестве самостоятельной домашней работы у вас останется пример, который я вам в виде кода передал. Вы можете попробовать, если вам что-то вдруг будет непонятно, приходите на курс, разберем более подробно, будет интересно. И вообще, на самом деле, от себя тоже, такое финальное слово, рекомендую сам курс, потому что много всего полезного рассказываем. Я сам с удовольствием слушаю ребят, своих коллег по каким-то темам, и для себя тоже много чего нового, интересного черпаю. Казалось бы, вроде как преподаватель на курсе, но все равно много всего полезного, интересного, что я потом переиспользовал, в том числе, на работе. Могу своих товарищей по курсу преподавателей рекомендовать. Итак, на сегодня все. Давайте я вам сейчас скину ссылочку на опрос. Давайте я остановлю пока с экрана. Скину ссылочку на опрос. Пожалуйста, пройдите его, заполните. и до встречи на курсе. Так, скидываю ссылку на опрос. Одну секунду. Да, вот ссылка на опрос. Пожалуйста, проходите и жду вас на курсе. Если какие-то вопросы остались, давайте я, наверное, включу пока с экрана снова. Если какие-то вопросы вдруг остались, задавайте. я еще повешу в чате пару-тройку минут, постараюсь на них ответить. Если нет, то спасибо за ваш время. Надеюсь, было интересно и не бесполезно. Всех жду на курсе. Уже будем рассматривать более детально, более подробно и еще более интересно. Спасибо и хорошего вечера. вопросов ваших в чате вроде не вижу. Давайте еще минутку подожду. Ну, спасибо за дожное время. Еще раз всем до свидания и хорошего вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!